Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел Баженов, и я хочу представить вам свою школу парикмахерского искусства. Мы сейчас находимся в ее московском офисе, ее... это даже не офис, а непосредственно уже сама школа, учебное помещение. Наши школы работают вот уже более шести лет в Москве и более четырех лет в Санкт-Петербурге по единой программе. Я тоже являюсь ее автором, и этот видеоролик для тех, кто... и для тех, кто еще не знаком с нашей школой, я сегодня расскажу о ней, и для тех, кто уже знаком и с радостью там увидит свои какие-то знакомые места, и для тех, кто общался с нами все это время в интернете, тоже передаю вам большой привет. Такой очередной рассказ «Вся правда» о школе Павла Баженова. Чем наша школа отличается от многих других, или чем она похожа на другие школы, я сейчас попытаюсь об этом рассказать. Во-первых, это авторская школа, то есть я ее руководитель, и я автор тех программ, которые применяются для обучения в наших школах и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Хочу сразу заметить, что на данный момент по нашей программе начали работать школы в Хабаровске и в Ростове-на-Дону. Это открыли девочки, уже опытные мастера, которые проучились, прошли программу обучения в нашей школе и решили применить ее в своих учебных центрах в Хабаровске и в Ростове-на-Дону. На нашем сайте есть координаты этих школ, и поэтому я с радостью об этом говорю. Также сегодня 8 июня 2013 года, а с сентября 2013 года планируется начало обучения по нашей методике в городе Рязани, в Рязанском технологическом колледже. И я все лето буду готовить преподавателей этого колледжа для того, чтобы с осени началось обучение тоже по нашим технологиям. И мне это, разумеется, приятно, потому что разрастается наша технология и расходится в другие учебные заведения. В чем же отличие, в чем интересные особенности нашей школы? Наверное, самая главная особенность это то, что мы в большом количестве присутствуем в интернете и всю историю нашей школы, все ее какие-то интересные дела, все ее моменты, все отзывы и хорошие, и может быть кто-то критические отзывы писал, и мы как-то отвечали, реагировали, можно найти в интернете. Прямо буквально с самого первого дня. Например, есть такой замечательный сайт, который мы сейчас экспонируем на нашу электронную доску. Это сайт Первый форум парикмахеров. И вот там есть в разделе учебных заведений, раздел школы Павла Баженова. Вот тут более 6600 переходов. На наш сайт здесь есть отзывы, здесь есть темы с нашим видео, с наших занятий, фото работ учеников. Все это есть на Первом форуме парикмахеров. Ну, также, кстати, 15 июня объявление о том, что в нашей школе состоится День Ножницы. Об этом уже есть специальный ролик. И я попутно приглашаю вас на этот День Ножниц. Вот этим, такой насыщенностью информационной, полной открытостью, мы, конечно же, отличаемся, я надеюсь, в лучшую сторону. Точно так же по поводу открытости я хочу сказать, что любой желающий посмотреть на то, как проходят занятия в нашей школе, может прийти на ознакомительное занятие. Это так называемый вот открытый урок, ознакомительное занятие. Это совершенно бесплатно. Можно прийти в любой учебный день школы и просто поприсутствовать на занятиях. При этом мы предложим посмотреть всю нашу программу с первой до последней буквы по всем предметам, по стрижкам, по окрашиванию, чтобы человек понял для себя, полезно ли ему будет обучение в нашей школе, какой мы материал даем, что мы даем по стрижкам, те наши 27 видов стрижек. Он может просмотреть, пролистать, что это такое. Он может посмотреть все наши видеоматериалы, но, правда, их уже больше 100 часов, более 600 видеороликов. Правильно я это посчитал? В общем, большое количество, и можно их посмотреть по вашему желанию в это ознакомительное занятие. Можно поговорить с нашими девочками и ученицами отдельно от руководителей школы, чтобы это не было как-то никакого давления, чтобы девочки спокойно и откровенно говорили, нравится им у нас, не нравится, что именно, чтобы каждый человек сделал собственные решения, принял и понял. Нравится ему наша школа? Какая здесь атмосфера? Как понравится ли ему дальше учиться? Ну, я хочу сейчас, а сейчас для зрителей этого видеоролика я проведу, попытаюсь провести вот такое открытое занятие, ознакомительное, чтобы было и в течение этого занятия рассказать, чем еще наша школа отличается от многих других школ. Ну, давайте я сначала расскажу про форму обучения, а потом про методику. То есть к форме обучения я отношу, ну, например, многие, кто приходят в школу, спрашивают, а сколько у вас часов, там, вот, длятся занятия, там, сколько стоит обучение и за сколько часов я вот заплачу, за сколько месяцев, за сколько дней, и по какому графику я должна ходить, и что дается в конце, там, какие дипломы, там, или что. Так вот, мы говорим, что уникальность нашей школы состоит в том, что приступить к занятиям в школе можно с абсолютно любого дня. Вот, захотели вы сегодня учебный день, захотели вы сегодня прийти в школу, вы можете прийти в любой момент, когда вам удобно, пока школа работает, и заключить договор, и прямо в этот же момент вам выдаются распечатанные теоретические материалы, выдаются болванки, две штуки, которые входят в оплату, выдаётся инструмент, который, о котором вы тоже будете пользоваться при отработке практических работ, и вы сразу же начинаете обучение. То есть, начало обучения с любого дня, не надо ждать ни недели, ни месяца, ни сентября для того, чтобы приступить к обучению. Точно так же, каждый ученик формирует для себя индивидуальный график обучения. Когда спрашивают, вот у вас есть индивидуальное занятие, мы говорим, по крайней мере, график посещения занятий у нас тоже индивидуальный. То есть, можно ходить в школу пять дней в неделю, можно ходить один раз в неделю, можно ходить пять дней в неделю, потом уехать в отпуск, потом снова продолжать ходить в нашу школу. То есть, это можно делать, и многие люди с удовольствием, многие наши ученики с удовольствием этим пользуются и считают это для себя хорошим преимуществом, потому что можно совмещать обучение в нашей школе с обучением, например, в высшем учебном заведении или с работой. Потому что многие, кто ходят в нашу школу, они где-то работают, например, и в салонах, и даже в фирмах, где-то в офисах, и они как-то ищут способы совмещения. А у нас в субботу и воскресенье школа тоже работает, поэтому можно приходить и по субботам и воскресеньям. Но давайте, что касается методики, важный еще момент, что время обучения в нашей школе не ограничено. Это такой сложный момент, потому что многие это как-то с опаской даже воспринимают или вообще совсем поначалу не могут понять, что это такое, как это так. Вот нигде же такого нет. Ну да, в общем, я вынужден с этим согласиться, что пока по нашей информации такое либо редко где, либо вообще совсем нигде нет, что неограниченное время обучения. То есть обучение в нашей школе, отработка практических навыков ведется до устройства в салон. Или ведется до того момента, пока ученик не пройдет всю нашу программу и не приобретет уверенность для себя, что он уже готов учиться. Вот тоже такая яркая, я бы сказал, индивидуальная особенность нашей школы. Ну, а сейчас я хочу подойти к девочкам, которые что-то отрабатывают. Ну, может быть, не хочу их беспокоить, но хочу показать, что выдается в нашей школе после оплаты. Вот выдаются теоретические материалы нашей школы, где подробным образом расписана вся программа по всем предметам. А предметы, которые мы начинаем изучать, это стрижки, филировка, укладка, окрашивание, очень короткие стрижки, анализ, общение, профессиональное мышление в салоне, это на самом первом этапе. Затем прибавляются прически, химическая завивка, уход за волосами и все остальные предметы, которые необходимы для того, чтобы мастер в салоне работал. То есть, начинаем мы обучение с самых важных, самых главных предметов, которые потом непосредственно в салоне нужно будет применять. Это стрижки, филировка, укладки, окрашивание. Вот выдается ученику, не надо сидеть на лекциях, не надо по неделе или по две, по месяцу писать что-то из тетрадочки преподавателя в тетрадочку ученика. То есть, все материалы выдаются в распечатанном виде. Кроме этих материалов, вот прошу вас пройти со мной сейчас сюда, у нас есть вот такой видеозал, где стоят компьютеры с видео и вот сейчас, например, я включил, для примера, на компьютере как раз записаны все видеолекции. Все видеолекции по всем предметам. И я вот хочу показать, что здесь, например, есть и окрашивание, здесь и стрижка, окрашивание, там филировка, там зеленый этап, желтый. То есть, вот более 600 видеороликов, которые можно посмотреть, ну вот, например, длинные стрижки, практика, начало. И вот здесь можно с самого начала увидеть, как держать инструменты, потом показы стрижек и так далее. По всем, по всем предметам про укладки, про длинные, короткие стрижки, как делать тушевку. С подробнейшим объяснением, ну, вы можете примеры этих видеороликов увидеть в интернете, я их выкладываю на YouTube, для того, чтобы было понятно, с какой подробностью у нас происходит объяснение. После того, как учащиеся, вот, посмотрели, почитали нашу программу, посмотрели видеоролики, они приступают к отработке вот этого материала. И сейчас, если можно, я... Ну, я хочу посмотреть, что ты стесняешься, Ирин? Ну, вот давай, Ирин, просто на твоем примере, скажи, пожалуйста, какое у тебя занятие? Второе. Второе занятие, то есть, когда ты вчера первый раз пришла, вот сегодня у тебя второе занятие. И какую ты выполняешь стрижку? Я пока отрабатываю перекладку, можно зарасчивать. А, то есть, у тебя еще не какая-то конкретная стрижка, просто занятие по практике, да, ты хотела сдать теорию, и... Да, то есть, да, но первую стрижку ты будешь делать после того, как сдашь теорию. Но, по крайней мере, ты знаешь, что тебе по программе сейчас нужно сделать и что тебе отрабатывать. Вот хочу обратить внимание на то, как ты держишь инструмент, потому что, ну, на самом деле, такого высокого уровня у тебя уже... Да-да-да-да-да-да, держание. И, ну, сколько тебе хватило времени для того, чтобы понять, вот что вот таким образом именно у нас бежать? Вчерашний, да? Ну, то есть, вчера тебе показали, вот сегодня ты уже отрабатываешь, вот так держишь наружу. Она сегодня еще внизу уже. Уже она внизу, ты уже внизу практику какую-то делала. Уже красиво это сегодня. Ну, здорово. Вот это тоже возможно. На втором занятии человек уже может принимать участие в какой-то практической работе с моделями, которые у нас происходят на втором этаже. То есть, на первом этаже. Мы сейчас на втором находимся. Еще такой момент, Ирина, вот, ну, тоже как самого начинающего ученика. Вот все ли тебе понятно, что тебе предстоит сделать по учебной программе? Ну, то есть, вот ты знаешь, что сегодня ты отрабатываешь это, после того, как ты сдашь, ты займешься другими темами. И ты знаешь, когда ты приступишь к окрашиванию, когда ты, то есть, вот, по программе все тебе понятно. Хорошо, а что делать, если тебе непонятно? Сначала еще раз прочитать. Хорошо, да. Посмотреть видео. Ну, как вариант, да. А если вот, ну, непонятно, есть какие-то вопросы. Написать вопрос. Да. Правильно его сформулируют. Постарался, да? Ну, да, многие где-то в отзывах или ученики иногда жалуются или думают, что вот если есть вопросы, то их нельзя задавать. Ни в коем случае так думать нельзя. Мы с каждым учеником занимаемся до полного понимания каждой стрижки. Вот это очень важный момент. Важно понять, что если нет у нас ограничения по времени обучения, то наша задача, как школы, сделать так, чтобы ученик понял весь материал, то есть, тотальное понимание. У нас нет такого, как экзамена общего в конце, где сначала всю теорию изучается, и только потом она на экзамене по каким-то билетам отвечается. Мы каждую стрижку обсуждаем до полного понимания. Для того, чтобы пройти каждую стрижку, надо сначала сдать зачет по теории, затем ученика допускают до стрижки, он выполняет стрижку, затем происходит проверка стрижки, еще очередной зачет. И тогда только ученик может продвигаться дальше. Итак, 27 стрижек по нашей программе. От самых длинных до самых коротких мужских. Туда входят и ракезы, туда входят всякие асимметрии, туда стрижки бэхом, когда короткий затылок и удлинение на висок. Туда входят, конечно, салонные классические стрижки с удлиненными челками, туда входят площадки мужские. И вот в эти 27 видов стрижек мы можем, и потом, скорее всего, очень подробно распишем эту программу, для того, чтобы тоже у зрителей в интернете была возможность увидеть. Сейчас я прошу пройти, вот так вот начинаются занятия для новичков здесь. Это такой теоретический зал, зал работы с болванками, а когда уже на болванках отработаны какие-то приемы, сразу же, после первой же стрижки, можно приступать к работе моделей, к работе с моделями, если они приходят вот с такой стрижкой. В данном случае вот Ирине удалось уже практиковаться по окрашиванию, хотя у нее всего второе занятие. Так, ну вот сейчас мы спускаемся на первый этаж, где я работаю с моделями. Скоро, кстати, на стенах здесь будут висеть плакаты с коллекцией нашей школы, презентацию мы уже готовим. А вот здесь я хочу немножко задержаться и обратить внимание на такую карту мира, на которой отмечены в разных странах и в разных городах фишечки. То есть мы, флажки, мы постарались на этой карте и стараемся отмечать, откуда приезжают в нашу школу ученики. Ну, по крайней мере, как они это говорят. Вот прошу обратить внимание, что из Португалии, из Испании, из Франции, из Италии приезжали из Швейцарии, из Англии. Ну, практически вот из всех европейских стран, там Норвегия, Швеция, Финляндия, также приезжали из США, из Панамы, из Ирана, вот из Египта тоже, но я, честно говоря, сейчас не помню. Ну, значит, кто-то приезжал из Новой Зеландии, я совершенно точно помню, к нам приезжали. Вот поэтому можно назвать нашу школу международную, по крайней мере, по наличию учеников из разных стран, ну и тем более, конечно, из разных городов России. Уже тоже к нам приезжали. Ну, сейчас мы переходим в зал, где работают с моделями. Это такой, ну, можно выразиться, аналог салона, потому что клиенты приходят и, как в салоне, обсуждают, что они хотят. И ученики с ними работают, обсуждают, также советуются с преподавателями и вот начинают работать. Вот примерно постоянно, так ежедневно бывает много моделей и на окрашивание, и на милирование, на обесвечивание, на стрижки. Вот тут работа кипит под руководством и под присмотром преподавателей. Поэтому тут можно просто понаблюдать и, в общем-то, понять, что практики у учеников много, потому что стрижки у нас для моделей бесплатные, окрашивание по расходу материалов. Ученикам не приходится ничего доплачивать. Это такой важный момент, что за расходные материалы кладят модели. И, конечно, если ученик тоже хочет что-то покрасить или что-то сделать, то он становится моделью и тоже оплачивает расходные материалы. Вот так вот мы тоже выкладываем часто занятия, видео, ролики, где показываем их, какие стрижки выполняют ученики, фотографии из московской школы, из питерской, поэтому тоже можно во всем этом посмотреть в интернете. Ну, сейчас хочу пройти. Вот у нас стадия, вот выход на улицу, и здесь на стадии мы просим писать отзывы о нашей школе, и многие клиенты с удовольствием это делают, пишут положительные отзывы. Ну, есть тут и отрицательные отзывы, но тоже заклеено все благодарностью, потому что... Ну, потому что отрицательные отзывы мы на стенку не вывешиваем, но в интернете можно найти. Также у нас есть вот такая специальная полочка, многие с юмором и с улыбкой на нее смотрят, это такая полочка для короны. Означает эта полочка, что если ты заходишь в нашу школу с короной на голове, то, пожалуйста, оставь ее вот здесь на этой полочке, и пока находишься в нашей школе, надо находиться без короны, чтобы обучение происходило эффективно, позитивно. А потом, уходя из школы, тоже можешь надеть корону, я тоже свою ставлю на полочку и хожу по школе без короны. Ну, вот такой обзор нашей школы, я с удовольствием приглашаю вас посмотреть живьем, как у нас проходят занятия, приходите поучиться. И хочу сказать, что обо всех новостях мы будем вам сообщать, сделаю небольшую презентацию еще раз, что в скором времени мы планируем провести такую презентацию коллекции наших плакатов, которые мы сделали недавно в школе в Санкт-Петербурге, и вот она уже готовится к печати, скоро мы будем делать вот такой обзор. И еще одна информация, что мы скоро будем делать презентацию нашего видеоролика, который принимает участие в международном фестивале рекламы «Ханские львы». Вот такой я делаю анонс, следите за нашими выступлениями, за нашими видеороликами, и всего вам доброго, и приходите в нашу школу. Спасибо. 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 Спасибо.